Всем привет, друзья! В этом выпуске будем смотреть, как красотки, реальные красотки выполняют разные элементы на турнике, на брусьях, всякие стойки, динамические элементы и так далее. Честно, сразу же скажу, я не вижу никакого смысла вообще в динамике. Это не дает абсолютно ничего, кроме зрелищности. Если с тазикой, допустим, можно прокачать мышцы, укрепить связки, сухожилия, да, это определенно. А вот динамикой что? Просто, блин, суставы оторвать нафиг? Динамика реально очень травмоопасна, если на холодную выполнять какие-то элементы, можно порваться, можно травмировать суставы и что угодно. Другое дело стритлифтинг, да, это просто прокачка мышцы, красивое тело, не знаю, мешок картошки можно дотащить, это хотя бы все полезно. Ну а динамика красива, особенно если это делают девушки. Давайте смотреть, погнали! Нифига себе, вот медленный выход, это круто, очень круто для девушки. Я не знаю, я долгое время не мог делать вообще выходы обычные, обычные, да, даже с раскачкой. А тут медленный выход для девчонки, это очень круто. Но девчонка такая плотненькая, крупненькая, я думаю, мощная. Друзья, на этом еще не все, как вы думали, да, наверное. Мы сегодня попробуем повторить какие-то из этих элементов. Конечно же, не все, потому что там девчонки гимнастки лютые, вот, поэтому... А я лох! Я лох, да. А Слава, короче, сегодня покажет нам, что, выход силой медленный. Он очень хорошо его делает. Попробуешь максимально медленно прямо затащить его. Девчонок вот так втушить. Вот так втушивать не буду, я просто выиграю. Давай, подержу. Спасибо. Ну, у Славы прям намного лучше, мне кажется, получилось, чем у девчонки. Потому что она довольно-таки быстро сделала вот до этого уровня, а там она немножко подержала. Давайте посмотрим еще что-нибудь. Ласточка тоже, в принципе, элемент не из легких. Полегче, скорее всего, чем передний виз, да. Я передний виз могу держать, ну, такой немножко провисший, до 12 секунд. Если ровный, где-то 4-5. Но я его не тренирую, потому что у меня постоянно защемляет долбанную шею. Я не могу. Ну, то есть, в переднем висе напрягается же все тело. И у меня постоянно защемляет шею от этого переднего виса. И, блин, а хотелось бы тренировать, потому что он у меня, в принципе, неплохо идет. Ну, нормально. Зачет, зачет. Лучше, чем у девчонки. Парню 5 лет. Парню 5 лет. Не, на самом деле, ему 13, и он вообще красава. Блин, ну, она флажок пытается делать, да, но, конечно же, с обеими ногами не может. Ну, я думаю, потренируется сможет. Реально, мне вот флажок не дается, потому что я его ни разу не тренировал. Я пару раз просто пробовал сделать флажок, мне никак не сделать. Вот так же с одной ногой я могу. Но чтобы две ноги, это реально сложно, и у меня пока что не получается, то есть. И даже пытаться не хочу, потому что опять щеманет шею, потому что опять же все тело напрягается. Ну, и вон нафиг, честно. Сема пробует сделать флажок. Не? Давай, пробуй зафиксировать еще раз. Давай, давай, ты ногу повыше задери, как у девчонки было. Выше, выше ногу, ну, ладно. Блин, да, ты хрустнул. Я думаю, сделаешь ноги, 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 ноги вврось спокойно. Роги вврось. Блять, я упал все в эту хрень. Чуть не упал. Слава, подумал, что он дома, короче. Ой-ой-ой. Я достаю до потолка. Короче, воркаутеры не могут. Так я не делаю эту хрень, ну, ребята, ну, надо же тренить это. Ну, к примеру, динамику. Динамику, что, у нас только Сеня делает. И то, мы тренируемся без матов, мы по хардкору. Вам не рекомендую так делать. Да, мы не материмся. Да, поэтому, собственно говоря, материтесь, подкладывайте мягкие поверхности, и тогда даже динамика будет казаться вам очень легкой. Честно говоря, я сначала со спины подумал, что она реально на одной руке подтягивается. Я вообще просто прихерел. Конечно, с помощью второй руки полегче намного, но для девчонки, я не знаю, не каждая девчонка далеко так сможет, даже которая занимается. Подо лицом просто так, бум, припечаталось. Хорошо, что там резиновое покрытие. Черт, это мощно было. Так, ребята сейчас попробуют дрэгон сделать. Это, оказывается, дрэгон называется. Это оно, да? Да. Говно получилось, да? Оно, говно. Нам не надо сначала поворачивать. У нас Сема профессионал в этом. Значит, плохо уже умею, я, значит, уже разучился. Ну, Сема у нас, смотрите, мастер вообще, блин, красавчик. Но это далеко не самая крутая девчуля была. Давайте посмотрим следующую. Вот следующая реально жесткая. Блин, ну это видно прям такая качиха, да, блин? Прям пресачок, мышцы прорисованные. Круто делает такие штуки, перелеты всякие. Лично мне это, опять же, страшно делать, блин. Я не знаю почему, но динамика для меня страшна. Я не могу делать лач-гейнеры, не могу делать перелеты, потому что, ну, блин, стрёмно. Давайте посмотрим, что она ещё может. Жесть! Вот в таком положении делать стойку на руках, блин, это очень сложно, я думаю. Это, блин, не каждый сможет, даже тот, кто хорошо стоит на руках. Блин, передний висик, она, конечно, с согнутыми руками делала, так проще. Но, блин, для девчонки передний вис, это реально круто. То есть, не каждый пацан сделает даже, который занимается воркаутом. Молодец. Чё хрена себе, блин, солнышко зафигарило. Блин, насколько бесстрашными людьми нужно быть, чтобы делать вот подобные элементы. Солнышко особенно, ну, там просто особенно без лямок, если руки отрываются, и ты улетаешь просто на 3-9 земель. Это реально очень страшно для девчонки, просто, блин, респект. Вот что происходит в элементах. А представьте, там какой-нибудь асфальт, либо камень, нафиг. Ты хлебал, а мы просто... И минус элементерша. Нормально, да, я девчонку назвал, которая элементы делает? Элементерша. Пользуйтесь. Так, давайте перейдём к следующей девчонке. Блин, вот она тоже крутая. 540 далеко не каждый атлет может сделать. Ну, тот, кто не занимается динамикой, нифига не сделает. Это надо практиковать, блин. В принципе, элементы динамики, они не такие уж и сложные. То есть, можно выучить месяцев за 7, допустим, как Семён, да, с нуля. Он выучил элементы динамики. В принципе, в 13 лет он уже неплохо делает. Поэтому, если вам хочется заниматься динамикой, это быстро, это быстро. Это не то, что там надо качаться по 5 лет, да. Динамика, это быстро. Сейчас Сёмка будет пробовать одну из вариаций. Не совсем эту, как девчонка делала, потому что он сальтуха такой не умеет. Но сделает свой вариант. 360. Какая-то фигня. Какая-то фигня. Какая-то фигня. Так, крутилка. Хорош? Иди здесь вот так вот за минуту. Оп, давай, хорош. Нормально, нормально. Выход на кольцах, чёрт. Это намного сложнее, ребята, чем выход просто на турнике. Это сложно. Девчонка реально мощная. Слава пробует выход силой на кольцах. Медленный, да? Нифига. Ну, это круче, чем быстрый, братан. Это намного круче. Ну, не, быстрый будет сложнее сделать из-за того, что у тебя кольца, они могут улететь. Серьёзно, сложнее даже быстрый? Ну, может быть, я не знаю. Давай быстрый сделать для всякого пожарного. Для всякого пожарного? Да. Не, ну это вообще изи, братан. Ну, значит, я просто умею делать выходы. Ну, да. На кольцах сложнее, скажи, чем на обычном турнике? Для меня уже так же, но поначалу покажется, что сложнее. Но я как только первый раз попробовал, за то, что я хорошо знал технику, и в общем, я знаю фишку с запястьями, то я сделал легко. А что там важнее, техника или сила больше? Техника, силу вообще пофиг. Помнишь, я делал медленный выход на турнике после того, как забился? То есть я не мог потянуться, но при этом отдохнул, потянуться могу, всё, пошёл. То есть больше всего важна техника? Ну да, типа ты связками вытягиваешь себя. А, значит, девчонки не сильные. Да, несмотря на то. Ну их нафиг. Блин, это, видимо, Майами, либо где-то в Америке, я не знаю. Но, типа, почему у нас таких девчонок нет? Там есть, а у нас нет. Ну почему? Я ни разу вообще за всю жизнь не видел. У нас это, если что, в Эстонии. Это не в России, в Эстонии. Вообще просто ни разу не видел. Ладно, давайте перейдём к следующей девчонке. Неплохо, блин, связочка, передний виз, блин, ласточка. Вот эта девчонка мощная, вообще сильная. Чё она ещё умеет? Давайте посмотрим. Ну, в принципе, выход такой неплохой сделал. В принципе, для девушки это очень круто. Особенно, если это медленный, блин, то это вообще огонь. Блин, хотела в планш выйти, но не получилось. Блин, ну, я думаю, она умеет, я думаю, она умеет. Сильная девчонка попалась, но давайте следующую смотреть. Блин, это тоже невероятно. Не слабенькая, слушайте. И все из них, заметили, 540 делают. А 540 это нелёгкий элемент, реально. Мне кажется, по уровню 540 это примерно как, я не знаю, ну, вряд ли как передний виз, но позадрачивать придётся. Это не самый лёгкий элемент в динамике, насколько я знаю. Это вроде лачгейнер, да, называется в конце. Мне настолько стрёмно его делать было бы, что это 50. Я бы типа точно упал бы и шею себе сломал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, работа с кольцами это очень сложно. Вообще, кто никогда не пробовал делать выход силой на кольцах, попробуйте. И даже если вы, мне кажется, умеете неплохо делать на турнике, вы на кольцах не сделаете, потому что тут, ну, совсем другая работа идёт. Тут и связки работают, и мышцы-стабилизаторы. Короче, там писец реально сложно. И то, что девчонки это делают, это прям очень круто. Вот, респект. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне вот интересно, девушки-воркаутерши качают попку, блин, ничего такая, согласитесь. Походу качают. Так, друзья, переходим к следующей. Блин, ну неплохо, связочки такие неплохие. Мне кажется, или они все какие-то гимнастки, либо кто-то, я не знаю. Они все занимаются в гимнастических залах. Мне кажется, они гимнастикой больше занимаются, а не воркаутом. Опа-па, блин. Я не совсем то сделала. Нормас. Нормас. Я бы за 40 на одну руку взяла. Это жестко. Еще одна попытка. Да. Ой, хорошее сделано. 540 это мощно. Хорош. Красавчик. Ну вот и все, друзья, все девушки на сегодня. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, если хотите еще таких видосов, где я оцениваю девчонок, там парней и так далее. И не забывайте, что на сайте bistoeesthetics.com вы можете красиво накачаться без фармакологии. По ссылочке в описании. Пока.